Мы находимся на второй игре 1-4 финала между Маркой и Энджой. Самая интересная пара, и Марка уже ведет. С нами мистер Рэд. Мистер Рэд. Всем привет. Всем привет. И первый вопрос будет, Алик, почему в красном? Ну, если заметили, у меня вот новая такая... Мне команда Московский презентовала на рождение. Пытаюсь соответствовать. Соответствовать? Да. Так, краткое содержание предыдущей серии, Алик. Краткое содержание предыдущей серии. Я присутствовал, естественно. Ну, еще бы вас позвали. Нет, не естественно, кстати. Доктором был я, а я был дирителем. Ну, в общем, Энджой, с которым так и дал игру, сам. Они вели. Ну, потом, видимо, все-таки включился такой фактор, как Александр Куртинок. Который... Поэтому все трехи промазал. Да. Ну, и, конечно, ты президент лиги провел, в общем-то, отличную игру. Вызвуя сессию. Да. Так, Алик, что будет сегодня? Что нас ждет? Сегодня сложно предсказывать, что ждет, но я скажу так. Я вот и игрокам Энджой сказал, это редкий случай, когда я болею за Энджой. Обычно я болею за Московку, даже когда он играет. Обычно я не болел за Энджой, с другими командами, но сегодня я болею за Энджой. Очень хочется, чтобы победил Энджой, поскольку хочется интриги. Интриги, чтобы зрители, кассовые сборы. Да, естественно. Так, болейте за Энджой, победите кто? Энджой. Энджой. Кто будет фактором Х? Сложно сказать. Если мечта в наличии. Я, ну думаю, Дубовицкий должен. Либо Борян, либо Тяна на скамейке, да? Борян на скамейке? Нет. Скоробот на скамейке. Правда. Да, как сказал Борян, вот наш талисман. Мне кажется, просто в отсутствии Коли Марченко, команда может по-другому немножко заиграть. Николая не будет, да? Да, вроде как его не будет. И Дубовицкий забьет свое. По крайней мере, в первой игре, ну, в первой игре он достаточно много забивал. В первой половине. Но потом почему-то мало получал мяч. Хотя, обыгрывал. Так, а вы сегодня врачом работаете? Да, я сегодня доктор. Поменьше вам работы. Спасибо.